Доброе утро, мужики. Всем здорово. Я в Новокузнецке. Есть плюсы от того, что мы здесь смещены по времени относительно Архангельска. Это та баскетбольная матч, которая может здесь удобно смотреть в 7 утра. Но просыпаться до сих пор еще очень-очень комфортно. Голова вообще не понимает, в каком времени ты находишься. И поэтому есть такой дискомфорт по утрам. Когда ты, например, почему так рано проснулись, видимо, голова для всего-то вообще не готова. Пьем кофе, двигаемся, траловываем, смотрим, что у нас там с машиной. Отличный, солнечный, прекрасный просто рабочий день. Что здесь такое перед нами находится? Хлысты лежат? А что такое вообще происходит? Дело в том, что как раз-таки на замену вот этой хлыстовой заготовки, ручной заготовки, да, в общем, здесь и приезжает где-то вот на тралик к нам едет 1710D Харвестер, с которым будем заниматься. Где-то там с кем-то приключениями он двигается к нам. Трал пока где-то тут пропал немножко, нужно его дождаться. Не можем пока дождаться. Какая задача? Сзади меня там находится сам разрез, то есть сами работы вот здесь сзади меня находятся. Не буду показывать, я хочу подставлять людей, с которыми здесь работаю. Я не знаю, здесь контроль чуть посерьезнее был, чем на предыдущем месте, поэтому, возможно, здесь никому не понравится, потому что я здесь что-то там снимаю и так далее. В общем, что здесь происходит? Здесь у нас некоторый участок, который ребятам нужно убрать. Здесь у нас лежат хлысты, как вы видите, я уже заготавливаю ручную. И на МТЗ вытаскивали, вытащили на МТЗ. Здесь на площадку изначально мы будем тренироваться на этих, как раз таки на этих хлыстах. То есть мы будем настраивать машину, будем тренироваться, расскажу им все это. И нужно будет свести это вот на КамАЗе на какое-то там другое поле. Долго ли, коротко ли, но машина на месте. Машина приехала наконец-то. Не без переключений там, что с какими-то долгой, как это они добирались. Слишком долго там, с как-то запозданием аж на целые сутки. Ребята добирались, добрались наконец-то. Были какие-то проблемы там с укладкой хоровестной головки. Я так понял, что какой-то рукав, наверное, вот как раз таки рукав на протяжку. Что-то бахнул здесь, я так понял. Ну, какие-то вопросы, в общем, здесь возникали. И что-то из коншина еще случилось, как я помнил. Ну, в общем, будем разбираться, сейчас смотреть, снимать. Будем осматривать тачку. Согнал машину «Страла». Двигаюсь уже в сторону делянки. И, ну, машина 2008 года, и поэтому, ну, внутреннее состояние, тем более 2008 года, и я так понимаю, что она в России была куплена. Поэтому ожидать от такого долгого эксплуатации в России внутреннее состояние, хорошее внутреннее состояние машины достаточно было опрометчиво. Ну, собственно, я и не ожидал. Это нормальная история, к сожалению. Не работает, только не могу понять, почему не работает печка. То есть не работает ничего. Поэтому приходится передвигаться вот так. Говорят, что, сказали, что кондер работает. Ну, вот, собственно, может быть, они это имели в виду. Эту дверь. Двигаемся. Еще есть некоторый момент со стеклом. Я думаю, что вам это уже прекрасно видно. Вот такие отражения. Это стекло родное, говорят, древнее. Хотя вот я вижу такие тут, какие-то полосы, которые, по-моему, говорят нам о том, что его меняли. Меняли, по-моему, это не древнее. Точнее, не родное. Решетка, кстати, установлена. Установлена решетка на машине, ребят. Безопасность, это хорошо. Мне она не мешает нисколько. Она у меня, не знаю, она мне даже делает немного более спокойнее. Достаточно интересное ощущение, ребят. Мы же привыкли, что наши машины такие, знаете, ну, крупные, большие. Ну, как едешь на хорвейстере, а тебя вот, ну, сбоку, там, где-то слева обгоняет БелАЗ. Ты чувствуешь себя немного ущербно, знаете. Он такой прям сверху так на тебя смотрит, а ты на хорвейстере уже так бы, ну, на секундочку, он еще один. Добрый день! Второго дня запуска 1270D. И мы здесь сейчас, как вы видите, стажировку проводим, используя хорвейстер в качестве процессора. Достаточно интересно. Я считаю, очень даже удобно, понимаете. Оператор сейчас стажируется, просто понимает, как установка работает, да, как это все в движении, как все работает. Вообще машину понемножку понимает. Без каких-то, без каких-либо вообще рисков. Первоначальник, который обычно встречает все операторы, которые начинают сразу с леса, которые вот там вот нужно будет пилить. Мы там сегодня ездили немножко, пропилили. Просто для, там, для, грубо говоря, для того, как показать, как это приблизительно работает. А сейчас пока оператор вот крыжует просто хвосты, которые здесь лежат. Он немножко понимает, как устроена работа хорвейстерной головки. К кнопочкам немножко привыкает, да. И я считаю, что очень даже удобно. Было бы вообще интересно везде делать именно таким образом. Удобно и практично. Это у нас первое самостоятельное дерево. Отлично пошло. Отлично пошло. Вот так. Самостоятельная работа, конечно, это замечательно. Но иногда даже на таком расстоянии нужно что-то подсказать оператору. Каким образом сделать? Доключаться невозможно. Кидать какие-то палочки, там, что-то такое, чтобы его окликнуть. У этого есть побочный эффект. Он может испугаться. Он сейчас так там в стрессе сидит, да, еще какие-то палки прилетают. Можно его испугать совсем. Я когда-то прикол над своим напарником, да, превратил, ну, напарник это Саня. Саня, привет. Превратил сейчас в инструмент связи с операторами, с которыми занимаюсь. Если там есть магнитола с Bluetooth, я просто соединяюсь с телефон и потом отправляю, ну, соединяюсь с магнитолой телефон и отправляю сам себе голосовые сообщения просто и включаю их. И он слышит какие-то подсказки. Ну, я только что сказал, что палкой можно испугать человека, да, если что-то бросить туда, как-то окликнуть и там можно как-то его испугать. Ну, и здесь я тоже без предупреждения отправил голосовое, включил его. Я вижу, что с этим там, с оператором внутри происходило. Ну, ему показалось, что с ним, видимо, заговорил господь. Время уже вечернее, обеден на вечернее, солнце есть, но немножко прохладно из-за ветра. Я хочу вам чуть детальнее рассказать о ситуации, которая сейчас прямо здесь происходит. Есть небольшой перерыв, оператор пошел пообедать, поэтому расскажу вам, что же здесь происходит, что за ситуация здесь происходит, что за машина. Это первая машина, запускаемая мной, которая была куплена по моей рекомендации. То есть, есть какая-то услуга, что-то вроде автоподбора, но работает она немного по-другому, потому что прецеденты были. Уже научился, как с этим всем разбираться, чтобы это было максимально эффективно с моей стороны. Как это все происходит? Ко мне обращается человек, которому нужна лесная техника. Он либо хорвестер, либо фарвардер, в данном случае хорвестер, пока еще без люстры не поставили. И ему требуется лесная техника, то есть я консультирую по поводу подбора этой машины. То есть, если ему достаточно этой информации, просто по телефонному звонку из-за достаточной информации, он дальше разбирается с покупкой этой машины сам. Если же ему интересно, чтобы я полностью разобрался в каждой из машин, которые у него будут на рассмотрении, он отправляет мне объявление. То есть, я не занимаюсь поиском объявлений, почему, то есть как в услуге автоподбора конкретной машины не предлагаю. Почему? Потому что, я не знаю, финансовые какие-то там возможности, я не знаю, какие-то там условия лизинговые, локации какие-то как-то далеко-недалеко. То есть, в моей ситуации я просто разбираюсь с технической частью машины. То есть, мне отправляют объявления, я созваниваюсь с собственниками, с представителями. Общаясь, мы разбираемся с технической частью машины, с нюансами, с проверками этой машины и так далее. Здесь произошло вот ровно так, как я и говорю, то есть мы пообщались, мы начали заниматься примерно что-то в течение недели, мы сразу нашли вот эту машину. Нашли ее в Иркутской области, человек сразу буквально там через несколько дней поехал ее смотреть. Мы, конечно же, в этот период, мы все равно еще подыскивали другие варианты, но этот вариант был приоритетный. За ним съездили, посмотрели, через какое-то время приехал, там с тралом были некоторые проблемы, но все-таки все это доехало, все это удачно очень доехало. И это вот как раз, да, вот эта первая машина, которая запускается, запускаемая машина по моей рекомендации, поэтому достаточно трепетно пришлось к запуску этой машины. Пока все происходит, все по плану, все идет, все хорошо, все нормально, без каких-то либо... В общем, все, что предполагалось, так и происходит, как бы, потому что все проверки были сделаны заранее, все было проверено изначально, все было... Все, что нужно было, мы все узнали, поэтому никаких сюрпризов с запуском этой машины сейчас не происходит, поэтому все в порядке. Гидросхема начинаем, как обычно, с нашего сердца, нашей гидросхемы, это часть поршня, но, тем не менее, пружина плюс давление, то есть она у нас срабатывает, начинает сама шайба, потому что нужно будет большее давление, чтобы ее перебороть. Чувствительность к нагрузке, то есть какая нагрузка, поэтому канал в среднем надо, будем жать его на том уровне, насколько нам требуется от нагрузки. Следующее действие, это мы активируем вторую функцию, которая стоит у нас за первой, да, это, соответственно, у нас LS-сигнал, который проходит от нашей функции, как вы видите здесь, как только вот этот поршень начинает открывать это отверстие, давление сливается и шайба обратно падает. С момента последней съемки прошло достаточно много времени, я даже не знаю, сколько дней прошло, очень много чего поменялось, были даже прометушечные какие-то отъезды с места, вот, где мы сейчас находимся, но сейчас это не очень важно, сейчас мы, что мы здесь делаем, Федя, привет. Привет, Федя, вот там, видите, видите его, ну, он-то вас точно видит, даже когда камера вот так, он вас все равно видит с той стороны, таковые очки. Смотрите, что у нас здесь происходит, мы, значит, на той самой дэшке до сих пор, все, мы здесь, и здесь у нас, как вы видите, есть вот такой вот интересный моментик. Помпа, у нас, значит, выходит из строя помпа, и мы ее сейчас уже меняем, все поснимали, вчера вот весь день, в течение всего дня мы занимались демонтажом, все поснимали, все, все стащили, у нас здесь несколько дней, то есть, ну, да, запуск этой машины перерос в процесс заготовки на этой машине, ну, здесь заготовка, я уже говорил, специфическая, поэтому, как таковая, она здесь немного по-другому выглядит, и поэтому она, честно говоря, мне так достаточно интересно, как это все будет дальше. Сейчас у нас еще одна интересная задача, сейчас мы будем полировать вот это вот стекло, Федя уже однажды занимался этим, поэтому этим заниматься будет он. Вот, я не знаю, как видно, видно или не видно. Хорошо видно. Да, изнутри видно очень хорошо. Вот они, прям, я думаю, что вам видно. Вот, 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 все. Когда встаешь под угол, да, то есть, под угол самих этих трещин, соответственно, все нормально. Когда нет, то есть, ну, очень плохо все видно, переотражение, то есть, этих трещин, да, переотражение. Прямо в глаза. И сейчас, пока нам везут помпу, мы позанимаемся именно этим лобовым стеклом. Когда я... Ну, это все долго. Федя однажды уже делал, и, в принципе, это достаточно долго было. Поэтому, пока привезут помпу, я ее буду ставить, как вы видели, там, может быть, в телеграм-канале. Подписывайтесь на телеграм-канал, на самый лучший телеграм-канал о лесозаготовке. Других нет, других нет, а если есть, то хуйня полнейшая, поэтому подписывайся только на наш. Федя продолжает полировку. Я до сих пор в Каспере. Бьемся с этой... С помпой. Но с помпой возникла еще одна проблема. На блоке термостатов там резиночка у нас, в общем, порвалась, пока мы все это демонтировали, монтировали обратно. Пришлось все это собрать, потом снова разобрать. И сейчас снова перебираем. Сейчас надо будет подобрать... Подобрать эти резинки. Там вот, ребят, кто-то сейчас подыскивает, что-то у них вроде как есть. А Федя до сих пор полирует. Полирует он уже несколько часов, буквально несколько часов. Вот практически весь день. А результат? Мы подошли к тому выводу, что неплохо было бы вернуться хотя бы к тому, с чего начали. И это была бы уже победа, потому что, ну, не убираются эти трещины достаточно глубокие. Поздний вечер. Наверное, сколько? Что, в 6, да, уже? В 7 уже. В 7 уже. В 7 час. Сейчас я вам скажу, что здесь, в районе как раз-таки того самого блока с этими термостатами, здесь один болтик, один конкретный болтик, на который ушел, наверное, час. Я тем самым шлю свои волны благополучия, благолец в лепстве, инженеров. Поэтому, вот смотрите, вот могу ли сейчас сказать, что я вчера говорил, что это произведение искусства. То есть любой двигатель, это произведение искусства, инженерного. Но когда ты начинаешь со своим набором инструментов, а это отвертка и трещотка просто, и у всех один, тот же размер, пытаешься что-то сделать такое хитро, хитро сделанное, и куда-то залезть, то, конечно же, это возникает, ну, точнее, это сразу подкидывает проблем и мысли о том, что как бы могли сделать это говнище, просто сейчас у тебя первая мысль. Поэтому, когда мне говорят, что я предвзят относительно КАМАЦУ, конечно же, я предвзят, потому что КАМАЦУ ломалось, сука, тварь, постоянно, очень много ломалось, и сделано оно приблизительно с точки зрения ремонтопригодности. Как у всех, более-менее компактно и очень неудобно. Поэтому, в связи с этим, конечно же, у меня просто вот такое вот отношение КАМАЦУ появилось, много ломалось, а когда ты ремонтируешь долго и вот все в таком режиме, к сожалению, впечатление о машине становится хуёвое. Ребят, наконец-то разобрались мы с этой бедой, как обычно, с искалеченными руками, с искалеченными ногами, сидя там, вот на этом колесе, два дня я там посидел, очень-очень удобно, советую, блядь, сустав, прям, говорит спасибо. Федя сейчас еще и пойдет в ночь, поработает, я завтра пойду попилю в день немножечко, сколько дней еще здесь, пока непонятно, но я рад. Ну, это все очень такая, знаете, усталость, но усталость не негативная. Все нормально, все в порядке, даже там под дождь попали, но все равно сейчас погода, вот сейчас, например, тепло, завтра не знаю, что будет. Все нормально. Еще когда слышишь, что дома, плюс 11 всего лишь. Субтитры сделал DimaTorzok